МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство Стояногла об отмене решения Высшего совета прокуроров о возбуждении против него уголовного дела. Постановление апелляционной палаты может быть опротесовано в Высшей судебной палате. Александр Стояногла, напомню, был задержан 5 октября в рамках уголовного дела по пяти пунктам обвинения. Своей вины отстраненной должности генпрокурор не признает и заявляет, что действия против него предприняты по указанию президента Майи Санду. Глава государства эти обвинения отвергла, потребовав проведение справедливого расследования без злоупотреблений. Некоторые учителя в Молдове не получали зарплату с августа, поскольку средства для финансирования школ не были выделены. Об этом на пресс-конференции заявили депутаты от Блока коммунистов и социалистов. По их словам, сумма задолженности в сфере образования на сегодняшний день составляет 69 миллионов леев. Телеканал ТВ6 попытался связаться с Министерством просвещения для комментария. Нам заявили, что ответят позже. По мнению депутатов от Блока коммунистов и социалистов, реальная задолженность в сфере образования может быть и выше, учитывая, что Министерство финансов не представило четкой информации по этому поводу. Однако, отмечают парламентарии, с уверенностью можно сказать уже сегодня, что долги по зарплатам учителям накоплены за август, сентябрь и октябрь. Право на образование закреплено в Конституции и предусмотрено во многих международных соглашениях, участницей которых является Республика Молдова. Это право должно быть гарантировано созданием адекватных условий, чтобы дети могли обучаться в своих населенных пунктах. Депутат-социалист считает, что нынешняя власть намерена возобновить процесс закрытия школ в стране, чтобы сэкономить средства. Его коллега Ирина Лазован сообщила, что 10 учебным заведениям Окнецкого района власти задолжали около 2 миллионов леев. А 17 школам и лицеям Дандюшанского района не выделено более 3 миллионов леев на выплату заработной платы. Медицинские работники из Молдовы, которые оказывали помощь в лечении пациентов с ковид в рамках гуманитарной миссии в Румынии, награждены властями ЯС, орденами за заслуги в здравоохранении. Команда из 32 молдавских врачей и медсестер на протяжении двух недель находилась за протом, работая рядом со своими румынскими коллегами. Награды были вручены нашим врачам перед их отъездом на родину мэрии города ЯС и Советом Жудета и префектуры в знак признательности за приложенные усилия. 1 ноября первую группу молдавских врачей сменила другая, которая также выехала в Румынию для оказания помощи в лечении пациентов в ковид-отделениях. Во второй группе 20 врачей и медсестер, а также 7 парамедиков. Продолжаем выпуск. Полицейские установили личность и нашли мать-младенца, тело которого неделю назад обнаружили в туалете одного из кишиневских предприятий в секторе Чеканы. Сообщается, что женщине 39 лет, она из Каларажского района и у нее четверо детей, младшему из которых нет еще и года. На допросе она заявила, что не знала о своей беременности, пояснив, что все еще кормит грудью. Как заявили в полиции, женщину не будут привлекать к уголовной ответственности, так как экспертиза установила, что плод появился на свет уже мертвым. В Кишиневе, который стремится стать европейской столицей, еще есть микрорайоны с туалетами во дворах. В частности, на Старой почте сохранились дворовые уборные, которые и близко не заслуживают такого названия. Правильнее их назвать очагами инфекции и невыносимых запахов. Местные жители давно мечтают избавиться от этих «достопримечательностей» в кавычках, но этого не происходит из-за бюрократических проволочек. А именно, отсутствуют подписи двух соседей, а без их согласия власти не рискуют что-либо предпринять. В двух шагах от центра столицы в одном из жилых кварталов на Старой почте цивилизация отстает на несколько десятилетий. Построенные в советское время там на улице до сих пор стоят общественные туалеты. Устав от отвратительного зрелища и невыносимого запаха, жители неоднократно просили снести постройку. Вот так и стоит этот туалет. Невозможно смотреть. Иногда приходят гости и такое ощущение, что живем в каком-то заброшенном селе. Сколько раз говорила работникам ЖЭКа, и все бесполезно. Посмотрите на этот мусор, как будто живем в 19 веке. Грязь и запустение. Мы просили снести, но нам сказали, что нужны подписи всех жильцов. Мы их собрали. А из-за того, что два человека здесь не живут, они не могут снести постройку. Окурки, бумага, банки из-под пива. На все это местные жители вынуждены смотреть каждый день. Туалет официально не используется уже 20 лет, зато стал пристанищем для алкоголиков и наркоманов. И пьяницы, и наркоманы ходят сюда и исправляют нужду. Везде валяются шприцы, грязь, вонь. Инфекцией какой-то можем заразиться. Представители муниципального предприятия по управлению жилищным фондом сектора Рыжкановка, в видении которого находятся туалеты, говорят, что знают о проблеме, но не считают ее настолько срочной, чтобы немедленно вмешаться. Туалет наш, но, как мы понимаем, у них централизованная канализация, и им не пользуются. Да, но там фекалии, и люди жалуются на запах, антисанитарное состояние. Вы были там? Да, был, и не почувствовал никакого запаха. Извините, пожалуйста, мы сейчас занимаемся другими, гораздо более важными проблемами, чем туалет. Но они годами жалуются. После того, как наш корреспондент вышел из учреждения, его догнала сотрудница и сказала, что туалет скоро снесут. Заброшенные туалеты – не единственная проблема в этом районе. Жители жалуются и на мусор, хотя ежемесячно оплачивают услуги по уборке территории. Также их беспокоит практически разрушенная дорога. Большой тоннаж, конечно, не выдерживает дороги. И мало того, что здесь еще ничего не делалось. Поэтому мы уже сами когда-то пытались латать что-то, где-то остается раствора немножко, где-то подсыпали, но это просто невозможно исправлять сейчас. Дворика мы не видим. Тут иногда приходят, когда уже вот собирают народ, вытаскивают листья, подметают вокруг, чтобы было красиво. Предтор сектора Рыжкановка на вопрос телеканала ТВ6 сообщил, что дорога включена в план ремонтных работ, но неизвестно, хватит ли на это денежных средств. Если жителям удача все же улыбнется, новый асфальт они увидят только в следующем году. Если не ошибаюсь, ремонт на улице Георгий Мадан запланирован на 2022 год. Этот адрес включен в годовой бюджет премырии. Посмотрим, если будет финансирование, возможно, будем проводить ремонтные работы. Исследование, проведенное в 2019 году, неправительственной организацией показало, что Старая Почта – самый небезопасный и неблагополучный район Кишинева, которому муниципальные власти не уделяют должного внимания. Кроме вышеперечисленных проблем, здесь не развита социальная инфраструктура, нет общественного парка и мест для отдыха. Команда партии ШОР продолжает выполнять предвыборные обещания. Начатые по инициативе кишиневских муниципальных советников от партии ШОР, работы по восстановлению канализационной системы по улице Халтей в секторе Центра столицы близятся к завершению. Семьи, проживающие в этом районе, вынужденные на протяжении многих лет мириться с ненормальными условиями, наконец, смогут воспользоваться современными городскими коммуникациями. Улица Халтей 3, дробь 3 в Кишиневе. В течение многих лет жильцы квартир по этому адресу жили в самых незавидных условиях. Из крана течет вода, пить которую нельзя. Канализацию несколько раз начинали ремонтировать, но по ряду причин работу до конца не доводили. Обращения во все инстанции оставались безрезультатными. Писали за жалобы, заявления во все учреждения, органы еще в 2016, по-моему, году. Для нас сейчас, конечно, очень важно подключиться к анализации центрального ЖКП-канала. И легально. Еще и легально. Сейчас она тоже легальна, но она сейчас считается через посредников. И как бы они могут и закрыть в любой момент. Здесь сейчас живет 8 семей. Из них где-то 4 с маленькими детьми. Пенсионеры. Пенсионеры есть. Уже пеникский пословник. Вы видите, что это. В конце концов, жители района обратились за помощью к муниципальным советникам от партии ШОР. И дело сдвинулось с мертвой точки. За полгода ремонтных работ во всем районе были заменены трубы канализационной системы. И мы взялись за это. Это был для политической партии ШОР. Мы вспомнили, что это приоритетный вопрос. И общая стоимость работ порядка 10 миллионов рублей. Сегодня мы заканчиваем эти работы. Вот это вот последний дом, который будет подключен к восстановленной, реабилитированной полностью канализационной системе. Всего в микрорайоне живут около 6 тысяч человек. Многие из них малоимущие. И средств для подключения коммуникаций за свой счет у них нет. А мы решили эту проблему. Мы нашли деньги для того, чтобы эти семьи, у которых нет материальных возможностей, финансовых возможностей подключиться, они подключаются сегодня за счет бюджетных средств. Это хорошо. Рады, что оно проводится. Ждем, конечно, когда оно сдается в эксплуатацию. Работы по подключению к канализационной сети всех квартир по адресу Халтей 3.3 планируется завершить к концу текущей недели. Весной следующего года, как сообщил Валерий Клименко, начнутся работы по полной замене водопровода и подключению к центральной системе водоснабжения города всех жильцов этого района. Следить онлайн за передвижением кишиневских троллейбусов пассажирам уже не удастся, так как GPS отключены. Впервые за два года управление электротранспорта столицы не продлило соответствующий договор на обслуживание сети. Троллейбус 35 маршрута очень редко ходит, и я обычно смотрел в приложение. Теперь не знаю, как узнать, когда он подъедет. Да, сложно планировать время. Было легко, открывали приложение, отмечали пункт А и пункт Б. Было понятно, сколько ждать. Сейчас оно не работает. Электронная панель, установленная на вокзале и отображавшая в режиме реального времени по минутную информацию о прибытии троллейбусов, не работает уже давно. Здесь теперь можно увидеть только расписание движения общественного транспорта, хотя точно такая же информация есть и на самих остановках. Однако именно мобильное приложение давало точную картину транспортного потока. Не соответствует, не соблюдает график. Несмотря на то, что приложение не работает уже два месяца, генпримар столицы пока на это не отреагировал. Однако ранее говорил об ответственности муниципалитета перед гражданами. «Люди привыкли к мобильному приложению, и мы несем ответственность за то, чтобы у пассажиров была возможность следить онлайн за движением общественного транспорта, расписанием, знать стоимость и длительность поездки», – заявлял Ион Чибан. «Мы попытались узнать у представителей Реджи и Транспорт Электрик, с чем связаны изменения. В ответ услышали, что предприятие работает над решением текущей проблемы». «Идет поиск решения проблемы. Ответственные службы муниципия работают над улучшением системы, которая позволит визуально мониторить движение транспорта». Представитель РТЭК не сообщила, почему контракт с компанией, которая уже запустила эту услугу, не был продлен. Также она не разъяснила, был ли объявлен тендер, чтобы найти другого подрядчика. По ее словам, переговоры по этому вопросу только начинаются, а приложение прекратило полноценно функционировать два месяца назад. «Мы попытались связаться с экономическим агентом, заключившим договор с Реджи и Транспорт Электрик Кишинел. Нам пообещали перезвонить, но не сделали этого». Далее новости о международной жизни. Ужасающие кадры из города Лагоса в Нигерии, где обрушилось 20-этажное здание в Фешенебельном районе. Как передают зарубежные СМИ, в результате инцидента погибли 6 человек, десятки пропали без вести. По меньшей мере 6 человек погибли и десятки пропали без вести в Лагосе, главном торговом городе Нигерии и самом населенном во всей Африке. В понедельник 1 ноября здесь обрушилось недостроенное многоэтажное здание, передает Reuters. Сообщения погибших появились на следующий день. Как заявил глава местной экстренной службы, продолжаются работы по поиску пострадавших. Также сообщается, что в ходе спасательной операции четверо человек были вызволены из-под завалов. У троих из них легкие травмы. Во время происшествия на объекте находились десятки рабочих. По словам очевидцев, многие из них пропали без вести. Прибывшие на место полицейские заявили, что причина обрушения здания пока неизвестна. Проводятся расследования. Подобные случаи нередки в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки. Среди основных причин несоблюдение строительных норм, а также низкое качество используемых материалов. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите. Время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Архии ТВ. Спасибо, что были с нами. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин